как друзья как мог я пройти мимо этого дерева вот скажите мне и не заснять его во всей красоте цветения что за дерево не знаю может плоды какие на нем вырастут тоже не знаю но очень красиво смотрится а мы движемся не спеша с утречка в субботний день в сторону океана движемся мы веселой компании только что к нам прикатили на громадном таком крайслере модель не знаю белый такой афроамериканцы уважают такую тачку вот прикатили к нам винсент слева и наташа квик наташа я думаю сейчас повернется и нам сделает хай какой-нибудь вот движемся мы с утречка вот так друзья ведут себя антисоциально блогеры из ярославской области наташ вот я показываю этот самый oceanfront properties да вот они смотрят на воду у нас за спиной океан вот по сравнению с флоридой это похоже или это как-то отличается или вот как но я не могу не хочу сказать что в флориде нет красивых домов но я думаю что все таки структура ваших домов вот именно ваших домов немножко отличается как-то крепче ну наверное наверняка отличается все что вообще конечно вот больше и больше чем дольше и дольше я живу я все-таки понимаю почему настолько дороже жить в Калифорнии почему ну ты знаешь в двух словах мне это не объяснить да начинается конечно с климата с воздуха так начинается с того что конечно даже цветы они отличаются очень сильно вот эти вот дорогие богатые цветы они живут в таком климате они в этой же реке давай посмотришь вот это смотри какие цветочки эти цветочки вот это растение с этими цветочками она только вот у океана есть это невероятно редко когда можно увидеть вот это растение где-то еще где называется это растение а я не знаю даже вот цветочки у него бывают такие фиолетовые вот как вот эти а бывают еще желтенькие вот как мы там видим какая прибрежная растительность посмотри вот там да видишь где голуби вот здесь вот прямо на на краю тоже она вот растет она такое вдоль вдоль водички она каком же же раю у вас дача находится михаил это ж такой рай вы каждый выходной ездите я ехала по дороге и говорю ну вот есть же счастливые люди которые ездят каждый день по этой дороге но кто-то на выходные ты знаешь я тебе скажу мы 20 с лишним лет прожили не обращая внимание вообще на это место она выпала из нашего внимания совершенно и когда 2 2 года назад совершенно случайно мы приехали сюда погулять мы сказали вот это то место понимаешь мы все время хотели что-то такое но не находили и вот тут мы совершенно обалдели искали все вот это вот оно вот народ в гамаке я не знаю люди вот себе повесить мы идем с натальей и на две камеры снимаем ну я так больше может быть цветочки там она вот там памятник серферу монумент с такой вот мы прямо на из-за столба чайка я вот поскольку мы с натальей тут идем я подумал что у натальи с чайками особые отношения чайка клюнула нашу наташу прям под глаз с другой стороны чё хватать руками божья тварь то здесь на этой доске правила поведения на волне там написано что некий господин сэмри потом написал эти правила а вот здесь мы видим как бы такие мемориальные что ли можно назвать мемориальными доски это память людей которые погибли на волне видите как тут периодически здесь могут подвесить что-нибудь лист бумаги со свечечкой с цветочком с фотографией и в общем-то это не не обязательно молодые парни это бывают люди там моих лет тоже постарше там и в полтинничку и за полтинничку такое можно сказать вместо вот поехали туристы там впереди значит группы начальник и вот они на этих сегвейских машинах вот они едут да друзья это ново мы никогда еще не показывали божью коровку на нашем канале но что там дальше это вообще захватывает дух винсент и наталья спускаются по этой жуткой мокрой лестнице вот она как бы прямо как прощается с нами ведь она там машет рукой мы снимаем волну красивую скачил трудно увидеть что-то на экранчике камеры потому что она на солнышке все засвечено да тут какой-то местный эзотерик выполняет упражнение муфта так мне так бы я охарактеризовал со стороны хотя кто его знает чем там делать вот она плавает на водичке я не вижу меня отражается сильно но она достаточно крупно когда мы похожи на животных животных мы когда придем про это что называется проявим посмотрим мы с вами друзья наблюдаем как наталья квик перебирается на ту сторону да вот она конвертировалась из простого пешехода наташ поосторожнее что ты там ходишь сумасшедший конечно совсем там обрыв скала можно сказать наташа не одна на этом празднике жизни тут вот девушка с селфончиком там эсэмэски шлет а вот и наташа вы можете спросить себя иногда когда увидите кого-то под по ту сторону забора кто эти смелые отважные исследователи а это наши соотечественники которых правила не сильно интересует да вот что он там снимает я не знаю но потом посмотрим потом посмотрим да да вот они вместе да смотри две девочки так и назовем две девочки а вы друзья можете загадать желание представьте себе что вы между ними стоите на отвесной скале вот этой вот жуткой и можете загадать желание например когда-нибудь тоже приехать сюда увидеть двух девушек и встать между ними и смотреть на океан да да вот еще волна пошла смотрим сейчас ребята вскакивать будут хорошее место для съемки ой смотрите-ка наталья там пристроилась так ну-ка давайте ребята оп кое-кто оседлал за одной идут волны ой-ой-ой прям пена такая такое ощущение что затишье вот я не вижу что так что-то сильно шло хотя что-то идет вот друзья вы видите как тяжело блогеру приходится в жизни он залезает на скалы отвесные он ведет оттуда съемку чтобы порадовать вас и чтобы приблизить эту реальность эту реальность сделать ее для вас доступной хотя надо сказать что не только наш наталья любит экстремальные виды так сказать занятий вот еще есть люди просто отдыхают просто отдыхают и вот прямо возле маяка это действующий маяк внизу у него музей серфинга вот возле этого маячка отважная блогерша из Флориды движется к рыбакам чтобы спросить у них как там улов морских львов да морские львы там заметил их Винсент заметил морских львов там еще и птички и надо сказать что сразу за этим островком за этой скалой развеян прах сестры светиной это было ее завещание и так мы его исполнили они выглядят как они прыгают они выглядят как они прыгают ждем 1,2,3 и посмотрим окей может они это сделали для камеры молодые такое ощущение что девочки сейчас собираются прыгнуть и Наташа с ними вступила в переговоры уходите или они еще будут прыгать да ну-ка девчонки и вот маленькая девочка смотри там стоит она их снимает Федик у нас русскоязычный канал да ну да но мы сейчас так на пленочку да Наташа общительная такая очень социал вот она с ними разговаривает может быть они сейчас расскажут парень только что прыгнул да 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 вот тут прямо ой мама родная он объясняет ей как он так подожди подожди так это такой по-моему это не не морской лев а так а вот это выдра так си аутер называется си аутер она такая забавная бьет себя ластами по груди такая смешная так возвращаемся к Наталье да надо сказать что да Винни держится совершенно так как-то не волнуется вот хотя он сам рисковый мужик он гоняет на на спортивных автомобилях а не на гоночных не на спортивных на гоночных они иногда у него взрываются там были случаи в общем всякую калитку с той стороны и говорит вот смотри видишь можно было через калитку ягу а тут написано только для авторизованного персонала сейчас мы забираем Наталью оттуда ну ну тут легче оп 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 так вот пожалуйста никакого харассмента ничего забирает собственно вот хорошо ладно поздравляем Наталью с окончанием путешествия смотрим друзья вот на это растение еще раз а значит Винсент тут поймал пару американцев выяснил что они местные и потребовал чтобы они ему сказали как эта штука называется это растение и они сказали что это называется ice plant то есть как бы ледяное растение вот мы движемся вдоль бережка а по дороге рядом проезжают шикарные женщины в шикарных открытых автомобилях в Porsche в BMW в Lamborghini и оттуда такой запах духов и вот так ты идешь у тебя слева пахнет океан а справа пахнут духами шикарные женщины из роскошных автомобилей да друзья конечно цветочки потрясающие и я такого еще не видел я чувствую что наш канал превращается в совершенно женский мы уже цветочки показываем а женский канал это неплохо я вам скажу это неплохо это очень благодарны зрители мы возвращаемся с побережья с набережной домой и просто ходим по городской улочке мы не идем обратно тем путем как сюда пришли а так вот сделали такую дугу и потом пошли по городской улочке вот тут у людей растения всякие и домик прикольный я даже не знаю свет вот что у него за отделка такая посмотри вот чтобы это мне кажется что это металлические плитки разно цветов металлические металлические прикрученные а какой же смысл металлические ну это красиво посмотри как оно разноцветное смысл да друзья это такая библиотека общественная да значит да 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 люди делятся своими книжками возьми книжку сверху и написано положи книжку внизу вот такой скворечник литерат если у вас есть книжка который уже читал в доме и ты скажешь я закончен с этим я не нужна больше ты видишь что ты любишь и поставишь книжку и возьмешь книжку видите как в Америке книжка сладкая делится в переговоры с женщиной она говорит фотку делаешь книжку бери и вот она говорит что этот номер который у них там есть им присвоили номер 10 985 это международное да вот это как бы такое фан или как это назвать вот видишь Михаил да мы увидели что-то сегодня новое да через 25 лет вы живете в Америке вы такого не знали первый раз вижу такое это становится популярным потихоньку да но дело в том что сколько нового здесь можно узнать ты посмотри вообще вот если вообще этот дом видишь там дровишки у них под столом тут лежат это пожилые люди красиво и они так вот живут здесь видимо не туристы понимаешь ну вот всю жизнь вот правильно говорят век живи век учись вот что-то мы новое сегодня увидели да прикольно вине причем это знала а вот мы и не знали да да вине говорит что во Флориде тоже такое есть да друзья вот это деревце а вот это деревце хочу я вам сказать так вот растет у людей вот такое деревце вот они друзья гримасы капитализма у одного вот такой терем громадный а у другого можно сказать лачуга и лачуга это вот на этом куске земли а кусок земли приличный вот это лачуга вот с гаражом вот там подальше потянет что-нибудь так на полмиллиончик не потому что лачуга дорогая потому что земля место такое весна друзья слушай я такое ощущение я первый раз такое растение вижу да я тоже никогда не видела обратите внимание что они где-то там с красными кончиками а внизу с более желтыми да и вот это вот видишь они присыпали каменюками да 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 это вот новые как бы веяния чтобы водой не поливать воду экономить видите там они пленка черная под этим делом не просто не просто так каменюки чтобы не пробивалась зелень хотя она немножко пробивается вы видите эти тоже потрясные слушайте какие интересные растения такого не встречаешь особо тут люди увлекаются явно а это похоже на юную магнолию растение так зовут не женщину а растение нам хозяйка рассказывает что это не просто магнолия она пришла с нами потрепаться что это магнолия двор в магнолии это гном да гномиковая магнолия или карликовая может быть сказали бы она говорит два раза в году цветет это что-то невероятное и она не будет больше расти она вот такая напоследок нам хозяйка рассказала вот про эти каменные свои дела то есть я спросил не пролезает ли там травка зеленая она говорит ну да там но это не пластик вот эта черная фигня это не пластик а это ткань и вот эта ткань она пропускает воду то есть можно поливать она идет вниз в общем тут как бы технология такая более сложная чем простые вот вы видите березки друзья видите березки а вот вот это жасмин беленькие цветочки беленькие цветочки это жасмин пахнет невероятно а светлана я чувствую вступила в переговоры с местной собачкой ох ох красавец ты красавец ты красавец ты красавец охраняешь охраняешь восточноевропейская овчарка красавица умница моя сладкая какая какая хабачка хорошая вот из этого растения делают текилу ну если придется тростник алоэ да это алоэ альмы такие красивые хорошие как бутылочки надо сказать друзья что тростник так просто не посадишь вот то что вы видите он когда высаживается имеет такое свойство распространяться очень сильно в сторону поэтому его изолируют его в металл в резину там со страшными делами то есть если не дай бог что-то там произойдет оно снесет этот дом там концов не найдешь то есть надо очень аккуратно сажать тростничок друзья посмотри как человек свой орви загнал и обалдеть то есть зарулить вот так это просто мастер большой должен быть вообще это конечно чувствуется что работает интеллектуал ты смотри Наташ ты посмотри как он встал ты посмотри как ему удалось загнать машину вот там по два сантиметра с каждой стороны ты понимаешь это художник миллиметровщик да 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 ты да 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 Субтитры создавал DimaTorzok